Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Что означает призыв «входите тесными вратами»? И теперь мы прочитаем Евангелие от Матфея, 7 глава, 13-14 стих. «Входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Вот в советское время был такой интересный человек, он жил, тогда это называлось метро «Площадь Ногина». Он там рядом жил, ближе к Лубянке. Сейчас это называется метро «Китай-город». Он был наполовину еврей, наполовину русский. И вот однажды во сне он слышит голос «Иди в Дом Божий, не теряй время». Он просыпается и думает, а куда идти? Тут рядом синагога, по-моему, Архипов переулок. Если ехать в сторону Бауманской, там главный собор православной церкви, Богоявленский собор, Елоховская церковь, до построения храма Христа Спасителя, это был главный собор русской православной церкви Московского патриархата. Также он знал, что если чуть в сторону Лубянки пройти, там костел святого Людовика римско-католической церкви. И он в полном недоумении думает, куда идти. Пошел в синагогу, заходит, там никакой службы не было в это время. Его очень радушно встретили, ввели в главную залу, включили свет, показали, как все красиво. Порекомендовали ему Сидур, еврейский молитвенник, издание «Пятикнижие Моисея» с комментариями. И он там посидел, там везде сиденья, побеседовал с этим дежурным смотрителем, и все было очень как-то хорошо. Ему даже шапочку подарили еврейскую. Он выходит. А он был, как тогда говорили, торгашом. И он рассуждает про себя, ну не может быть так все легко. Если есть Бог, должен быть и дьявол. И если я двигаюсь к Богу, то дьявол должен чинить какие-то козни. И он отправился в костел римокатолический, церковь святого Людовика французского. Там как раз не было тоже никакой службы. Пожилой священник сидел в исповедальне. И там было написано, вы можете исповедоваться на английском, на немецком, на французском, на польском. То есть целый список языков. И сидел один пожилой священник, это отец Станислав Можейко, очень известный в то время в Москве проповедник. Многие православные ходили слушать его, потому что это был единственный священник, который говорил без страха о таких вещах, о которых люди молчали или шептались на кухне. Отец Станислав очень любезно его принял, подарил ему Новый Завет, издательство «Жизнь с Богом». Это брюссельское комментированное издание. И он вышел тоже вот такой немножко озадаченный, и все-таки решил ехать в сторону метро Бауманское, где Богоявленский патриарший собор. Он приехал туда не вовремя, храм уже закрывался, и бабушки начали уборку храма. И как только он вошел, а отец Станислав Можейко его учил, как надо креститься, но по-католически, он решил перекреститься. Тут же женщина за ящиком закричала, «Что ты, басурман, не так крестишься? У нас крестятся не слева направо, а справа налево». Но он растерялся, он не знал, как по-православному. Другая женщина с тряпкой на него закричала, зашипела, «Уже никого нету, уходите, нам надо здесь убираться, полы мыть». Он выходит из храма, храм ему внутри очень понравился, и он подумал, вот здесь начинается сопротивление какое-то. Дьявол не может так легко переносить, когда человек идет к истине. И уж я не знаю почему, это может быть очень глубоко все субъективно, но он решил стать вполне православным человеком. Тесные врата. В книге «Деяния святых апостолов», 20 глава, 35 стих, мы находим такие слова. «Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и пометовать слова Господа Иисуса, ибо он сам сказал блажение давать, нежели принимать». Тесный путь – это когда человек интересы других ставит выше собственных интересов. И вот смотрите, что пишет апостол Павел 1 Коринфянам 6-7. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными, для чего бы вам лучше не терпеть лишения». Оказывается, в христианстве тесный путь – это самому остаться обиженным, но не стать агрессором по отношению к другому человеку. Ибо лучше терпеть лишения, чем самому стать объектом неприятностей по отношению к другим людям. «Стесненный путь, узкий путь христианина – это тропа, на которую не очень-то люди хотят вступить. Но в противоположность этому пути есть широкий пространный путь, и многие-многие идут по нему, но конец его – плач и скрежет зубов в аду». И действительно, рассуждая о том, что в мире есть и добро, и зло, в мире есть Бог, и в мире есть дьявол, мы понимаем, что эта брань, она существует за душу каждого из нас. И когда мы ступаем на истинный путь, когда мы имеем намерение исправиться и стать лучше, за это мы уже гонимы. Как в Библии сказано, что всякий, желающий жить благочестиво, не живущий благочестиво, желающий жить благочестиво, будет гоним. То есть уже будет гоним. Поэтому, если кто-то неприязненно относится к вашему православному выбору, ставит вам в пример или другие христианские конфессии, или другие мировые религии, или даже предлагают в пример вам неверие, знайте, брань началась, и она не окончится до самой нашей смерти. Но само наличие этого неприятия нашей веры подчеркивает ее истинность. Берегите себя, идите по узкому пути, ибо в конце его город, который Господь приготовил для любящих его. Небесный Иерусалим, который спускается с неба на землю. И будет новая земля, и новое небо, и новый Иерусалим. Город от Бога. И Господь там утрет всякую слезу. И не будет болезни, и не будет печали. Как и сказано в Евангелии от Матфея, претерпевший до конца спасется. Берегите себя.